В Екатеринбурге наш земляк, пожалуй, самый известный екатеринбургский бейсер Николай Иваненко, известный в Интерсети как Ник Бумер, прыгнул фрифоллом с 24-го этажа дома на студенческой 80, что в жилом комплексе Эврика во Фтус-городке. С одной стороны, для Николая это был прыжок, ну, прямо скажем, не из ряда вон. 24-й этаж, это метров 70-75, а он фрифоллом, то есть с выбросом вытяжной медузы рукой, прыгал и с меньших высот. Но с другой стороны, это был 444-й бейс-прыжок Ника Бумера в его жизни. Ну, почти юбилей. Но что важнее, дом на студенческой 80 стал для него 99-м экзитом, то есть он обпрыгал бейсом уже 99 разных стационарных объектов. А это, считай, сочельник, то есть преддверие большого праздника, а именно сотого экзита. И сегодня в Крещенске сочельник не могу не акцентироваться на этом сочном аспекте. Кроме того, этот бейс-прыжок Николая запомнится, ну, в первую очередь нам, корреспондентам ТАО, тем, что к этому экстремальному видео, снятому аж с трех камер, в том числе с 360 градусов, Ник Бумер прислал большую пояснительную записку, которую на своем ютуб-канале назвал «Исключительно для Шеремета. Новости 9,5». Это вот прям что-то новенькое. Автор этих строк рассказывает о бейс-похождениях Бумера уже несколько лет. И, возможно, сейчас это прозвучит как «внутрячок», но всегда после очередного прыжка мы просто созванивались с Николаем, он разжевывал некоторые аспекты и все. А тут прям целое письмо. Как он готовился к прыжку, как добирался до экзита, как он впервые в жизни перед бейсом сказал нетрадиционное «увидимся», а «чо-то я очканул». И все это исключительно для нас. Да могли ли мы не рассказать об этом бейс-джампе с Эврики? Если кому интересны подробности, описанные Николаем, то будьте любезны. Дабы не быть голословным, процитирую его сопроводиловку, то бишь пояснительную записку, как говорили в годы нашего студенчества. Итак, долго не прыгали, потому как погода была очень ветреной, а в ветер, кроме меня, никто не прыгает. У меня у единственного подходит купол и опыт ветреных прыжков есть. В общем, все ждут погоды, и вот ветер 3-5, более-менее подходящий для бейса. Связался с товарищем Ярославом, обговорили детали. Я предложил домик прыгнуть на улице Студечинской, 80. Я уже приглядывался к нему, новенький, симпатичный, с довольно простой площадкой приземления. Прошлись вокруг, посмотрели препятствия со всех сторон. Готовимся. Площадочки есть. Ждем. Как кто-нибудь подъезд зайдет? 22. Поедем дальше? Поедем дальше. Или пешком прогуляемся? Поедем пешком. Пойдем пешком гулять. Цитирую далее. Прошли в дом вслед за его жителями, поднялись на 22 этаж, дальше пешком. Я вообще люблю пешком подниматься, но в этот раз на лифте срезали. На 24 этаже оказалось незакрытое окно. Мне захотелось в него выйти. Договорились прыгать туэй. Это вместе когда? Ярослав должен был прыгнуть с балкона в стиле static line. Это при помощи обрывной стропы. А я через секунду-две после в окно фрифолом с кармана. И эффектно раскрыться рядом. Но в момент X что-то я очканул. Было много нюансов, на которые нужно было обратить внимание. И я решил все же не усложнять задачу, а прыгнуть чуть позже. В общем, дальше все по классике. Солнце светит. Все живы, радостные. В лучах солнца убежали во двор соседнего дома, чтобы, не дай бог, охрана нас не стала ругать. Да простят меня жители дома и управляющей компании за оставленное открытое окно на 24 этаже. Извиняюсь перед ними. Вышел как из трамвая. Конец цитаты.